Поделюсь с вами, друзья мои, некоторыми мыслями об обетованиях, оставленных Иисусом Христом для тех, кто является победителями. В книге Откровения во второй главе Господь говорит о том, что побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Дерево жизни, которое было найдено в Едемском саду и было дано Адаму и Еве, и было им дано есть плоды от этого дерева, и сам Господь дал им это право. К сожалению, друзья, нарушив Богом установленный порядок, наши с вами прародители потеряли эту великую привилегию, то есть это право. Из Писания мы находим, что это дерево было перемещено затем из Едемского сада в небесный рай. Мы также считаем о том, что соблюдающим его заповеди Господь также дает право на дерево жизни, древо жизни. Написано, блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни. В 22 главе Откровения написано. Таким же образом, каким Адам был перемещен в Едемский сад с правом есть плоды от дерева жизни, таким же образом сам, каждый из нас, друзья мои, побеждающие и исполняющие его слово, то есть Божие слово, получили право на дерево жизни в небесном рае. Дерево жизни, я так скажу, это символ жизни вечной. В Едемском саду было одно дерево жизни, но в небесном Иерусалиме мы имеем целую реку жизни, текущую от престола Божия через весь город и по обе стороны реки дерево жизни. Написано и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. Там же в 22-й книге Откровения написано. Те, кто принял в свое сердце Иисуса Христа и являются победителями, рады именно тому, что в Иисусе Христе прямо теперь и прямо сейчас имеем жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это знаменитая 17-я глава Евангелия Иоанна. Второе чудесное обетование для побеждающих – это то, что смерть вторая не имеет власти над такими людьми. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Во второй книге Откровения, там же написано, по-моему, 11 стих. «Когда мы сокрыты во Христе, мы полностью защищены от второй смерти». Только Адам и Ева имели представление о том, что же являет собой мир бессмертия, без греха. Но по причине их греха, собственно, они потеряли эту великую привилегию. Апостол Павел, говоря об Иисусе Христе как о втором и о последнем Адаме, указал на него, как на того, кто пришел на нашу с вами землю восстановить и возвратить человеку утерянный рай и жизнь вечную. Последний Адам, Иисус Христос, будет царствовать до тех пор, пока не положит всех врагов под свои ноги. Написано, последний же враг истребится смерть. Это апостол Павел, говорит, в 1 Коринфянам, в 15 главе, кстати. Одна из, я бы сказал, из самых ключевых истин Евангелия об Иисусе. Написано, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Это апостол Павел говорит юмному Тимофею во втором послании. Что же такое вторая смерть? Я слышу вопрос. Отвечу. В двух случаях апостол Иоанн говорит о второй смерти как о озере Огненном. О озере Огненном. И смерть, и ад, поверженные в озеро Огненное, это смерть вторая. В 20 главе книги Откровения он об этом говорит. Наш Господь, говоря об озере Огненном, говорит, что он не был приготовлен для человека, для вас и для меня. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. О, Христос говорил так. Человек добровольно принимает решение попасть в то место, сознательно отвергая своего Господа и Спасителя, коим является наш Господь Иисус Христос. Апостол Иоанн, говоря об этом, пишет следующее. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Там же в 20 книге Откровения он говорит. Писание очень конкретно, говоря о том, что смерть вторая не имеет власти над теми, говорит, что те, кто имеет участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. В 20 книге Откровения там же. Первое воскресение, друзья мои, будет иметь место перед Тысячелетним Царством и будет включать в себя, это Первое воскресение, всех святых Старого и Новых Заветов, которые умерли в вере перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Также тех, кто будет восхищен перед великой скорбью, и также тех, кто будет убиены за Иисуса Христа, за имя Иисуса Христа во время правления Антихриста. Второе же воскресение будет после Тысячелетнего Царства. И несомненно так это то, что вторая смерть не имеет власти над теми, кто воскрес в Первом воскресении. Какая привилегия. Вместе с тем, отмечу, друзья мои, мы увидим трагическую, очень печальную кончину тех, именно тех, над кем смерть вторая будет иметь полную власть и полную силу. Это те, которые будут судимы перед великим Белым Престолом. Просматривая семь благословений, которые записаны в 20-й книге, книге Откровения, Следующие стихи достойны особого внимания. Написано «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении Первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Продолжение следует...